Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы в этом видео поговорим о 5 запретов на Новый год. И как бедные привычки и безобидные действия могут больно ударить по вашему кошельку и по вашей жизни. Большинство людей воспринимает Новый год как период обновления, позволяющий убрать все неудачи. И, конечно же, подготовить почву для новых свершений. Но этому мешают так называемые бедные привычки, которые мы неосознанно следуем. И мы хотим назвать вам 5 запретов на Новый год. И учитывая их, вы сможете привлечь богатство и гармонию в свою жизнь. Каждый человек стремится к финансовой стабильности, в том числе и с помощью эзотерических ритуалов. Между тем, существуют действия с обратным эффектом, блокирующие потоки денег. Они могут нанести ущерб именно в новогодний период, обусловленный сильной энергетикой. Поэтому не рекомендуется встречать наступающий год именно с пустыми карманами. Если человек празднует в заведении со своим кошельком, то в нем обязательно должны находиться не только банковские карты, но и деньги. Это правило, конечно же, и актуально для дома. Поэтому положите купюры в карман. И она, купюра эта, привлечет деньги в 2020 году. Главное, чтобы в карманах не было монет и других металлических предметов, которые обладают именно тяжелой энергетикой. Если мы говорим о сервировке праздничного стола, то, конечно же, здесь особых запретов нет. Но, тем не менее, стоит отказаться в новогоднюю ночь от блюд из крабов, креветок и омаров. Ввиду того, что ракообразные предпочитают пятиться назад, и их влияние может вызвать отток положительной энергии из вашей жизни. Еще одна ошибка заключается в словах. Люди предпочитают загадывать желания под бой курантов, но, к сожалению, делают это неправильно. Так, в большинстве случаев используется частица НЕ. Например, не быть бедным, которую следует заменить. И мы рекомендуем для вас иные формулировки, и таким образом вы будете с помощью слов говорить правильно под бой курантов. Итак, друзья, мы рекомендуем следующие формулировки. «Буду богатым», «Буду здоровым», «Буду счастливым». Нельзя, конечно, забывать и о силе Нового года и после праздника. Любая хозяйка старается как можно быстрее привести в порядок свою квартиру или свой дом. Поэтому 1 января часто начинается с легкой уборки. Вместе с тем в этот день можно и вымести счастье, которое пришло в жизнь вместе с наступившим годом. Ну и, конечно же, последняя ошибка, к сожалению, не единожды встречается на протяжении года. Важно не ссориться в канун Нового года. Хотите поругаться, хотите поспорить, хотите выяснить отношения, сделайте это до начала новогоднего Нового года. Или если вы хотите доказать свою правоту, а это часто бывает, когда много родственников у вас есть, то сделайте это уже после Старого Нового года, то есть после 14 января. Друзья, вот такие вот запреты, которые мы рекомендуем все-таки вам использовать в своей жизни для того, чтобы из бедных привычек сделать себя богатым, успешным, находиться в постоянном изобилии. Это очень-очень важно, но нам нужно меняться. А меняться, значит, нам нужно как минимум получать новые знания. Друзья, мы вас поздравляем с новым 2020 годом. Желаем вам, конечно же, здоровья, мира, любви, гармонии. Пусть в вашей жизни будет все прекрасно, радостно, легко. На самом деле, как всегда, был канал Зотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, смотрите обязательно другие видео на канале. Ну, а мы с вами прощаемся и услышимся в следующем эфире. Пока-пока!